В эфире Хабар 24 новости. Меня зовут Диана Сапорбекова. Здравствуйте. Коммунальные службы города перешли в усиленный режим работы, сообщает пресс-служба столичного Акимата. В Астане продолжают устранять последствия вчерашней непогоды. Так, в здании казармы Нацгвардии слетела крыша. Площадь срыва 1500 квадратных метров. Летающую кровлю заметили и в районе Сарарка, а в районе Байконер переворнулись 7 автобусных остановок. В разных частях мегаполиса штормовой ветер повредил дорожные знаки, столбы и ограждения. За прошедшие сутки сотрудники ДЧС совершили 28 выездов. В столичные травмпункты доставили 4 пациентов с ушибами и ссадинами. У всех состояние удовлетворительное, осложнений нет. 40 сел Павлодарской области остались без света из-за шквалистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона. Обрушившийся накануне ураган сорвал 42 крыши. Были повалены деревья, светофоры и автобусные остановки. На Экибастузской ТЭЦ из-за непогоды на время остановились котлы. Сейчас электроснабжение уже восстановлено. С начала года на дорогах Восточно-Казахстанской области произошло больше 80 ДТП с участием несовершеннолетних. Погибло 4 ребенка. Накануне в Усть-Каменогорске под колеса машин попали 3 школьника. Сейчас они под наблюдением врачей. К ним в больницу с ликбезом по правилам дорожного движения пришли полицейские. Новые формы профилактики ПДД увидел Вячеслав Ветлугин. Восьмиклассник Жарас Кайратов восстанавливается после ДТП. С двумя сверстниками его сбила машина. Причем проезжую часть школьники переходили на зеленый сигнал светофора. Теперь ребята понимают важный нюанс ПДД. Нужно убедиться, что пешеходов пропускают. Сначала зеленый загорелся, мы ждали, потом прошли, одну машину пропустили, потом мы ждали, налево-направо посмотрели, потом одна машина остановилась, а другая сзади джип, который хотел, чтобы проехать, он на обгон пошел и вот нас вил. Только в Усть-Каменогорске в этом году произошло 34 схожих дорожно-транспортных происшествий. Травмированы 38 детей. Настораживает тот факт, что не все обратились в больницу своевременно. В ряде случаев родители и фигуранты аварии пытались обойтись без медицинской помощи, а после ее приходилось оказывать уже экстренно. Оторожно-транспортное происшествие, оно всегда представляет собой какую-то определенную травму. То есть нужно в любом случае дообследоваться, пройти все исследования и только потом со спокойной душой идти домой. Как безопасно дойти домой через проезжую часть, рассказывают полицейские. Они навещают пациентов в детской поликлинике, устраивают неформальные экзамены по правилам дорожного движения. А это уже профилактика для мам-автолюбительниц. Им показывают, как правильно устанавливать детское автокресло. Автоледи учатся усаживать самых юных пассажиров, крепить ремни безопасности. Кстати, только в Усть-Каменогорске полторы тысячи водителей в этом году пренебрегли правилами перевозки детей. Не использовали кресла и фиксаторы. Эта статистика уже показывает, что наши водители и родители не соблюдают правила дорожного движения. И также ставят под угрозу, в первую очередь, жизнь своих детей. 80-90% в плане того, что вот это автолюбитель, как кресло, имеем безопасность, укоротители меня, они спасают ситуацию. Улучшить обстановку полицейские пытаются на неосвещенных дорогах города. Даже в центре Усть-Каменогорска не горят светильники. Ситуацию исправляют своими руками. Школьникам и пешеходам раздают светоотражающие ленты. Вячеслав Петлугин, Эльмира Ахметова и Жигер Бабаканов, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Новый фельдшерско-акушерский пункт возводят в селе Бедаех Жанаркинского района. Сейчас строители ведут работы по внутренней отделке и прокладке электросетей. Объект строят по программе АОЛ Ельбесыг. Строители планируют завершить работы до конца года. Галия Нуржанова много лет работает фельдшером в Бедаихском сельском округе. Сейчас пациентов приходится принимать в помещении, приспособленном под фельдшерско-акушерский пункт в здании сельского Акимата. И новость, что в округе появится современное медучреждение, все воспринялись большой радостью. С нетерпением ждем открытия медпункта. Очень рады, что у нас появится возможность работать в новом современном здании. И жители тоже очень ждут. Там будут все условия для приема пациентов. Стараюсь каждый день проверять, как идут работы. Ведь важно, чтобы здания, которые ждали долгие годы, построили качественно. В Бедаихском сельском округе проживает более полутора тысяч человек. В последние годы численность населения растет. Ежегодно в Бедаих переезжает не менее 10 семей. Сельчане не раз поднимали вопрос о необходимости строительства нового пункта. Рады такому решению. Это нужное дело. В селе живут пожилые люди, дети, приезжают новые жители. Всем нужна качественная медпомощь по месту жительства. Амбулаторию оборудуют новой мебелью и медтехникой. В целом по области до конца года построят 9 таких фельдшерско-акушерских пунктов. Три из них в Жанаркинском районе. На 12,5 миллиардов тенге увеличили финансирование проекта АОЛ Аманате в Актюбинской области. В рамках программы в населенных пунктах осуществили свыше полутора тысяч идей. Число участников проекта в регионе растет. Некоторые семьи, подавшие заявки, переехали из города в сельскую местность. Наталья Салькова продолжит. Жанна Куканова вместе с супругом и детьми переехала из областного центра в село Родниковка Мартовского района три года назад. У женщины инвалидность по зрению, но это не преграда для самореализации, уверена она. Жанна уже дважды участвовала в проекте АОЛ Аманате. На льготные займы приобрела коз англонубийской породы. Теперь продает молоко и сыр. Первый раз мне дали 2 миллиона 200. Полностью ушло на 4 козы. Отчет сдала, все видеозвонком. И получается второй раз миллион 200 дали. Очень удобно, потому что там копейки вообще платить получается. Несмотря на занятость, Жанна Куканова находит время и на благотворительность. Вместе с другими волонтерами она помогает многодетным и малобеспеченным семьям, а также женщинам, воспитывающим детей с особенностями в развитии. Мы стараемся показать, что просто дома сидеть это нельзя. И поэтому вот сейчас, здесь дома, вот сейчас мы нашли девушки одной. Она тоже сюда переедет скоро. Я ребятам говорю, лучше в поселок. Там есть картошка, там есть курица, там можно здесь прожить и детей прокормить. Всего в Мартугском районе по программе АОЛ Аманате реализовали 217 проектов на сумму более 900 миллионов тенге. Средства сельчане вложили в строительство теплиц, развитие птицеводства и животноводства. А продукцию многие уже поставляют в магазины и на рынки. На сегодняшний день у нас два магазина открыты. Первый магазин открытый жителями села Саранцаев в городе Ахтубе, жителями села Мартуг, которая организована в селе в городе Ахтубе. Вместе с тем наши жители активно участвуют на коммунальных ярмарках. И совместно с Акиматом в городе Ахтубе мы предоставляем места для реализации этой продукции. Помимо льготных денежных займов, жители сел могут воспользоваться товарным кредитованием. 335 семей в регионе уже получили около 5000 голов овец, крупного рогатого скота и лошадей. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Актюбинская область, Хабар 24. Военный кабинет Израиля согласился пропускать в сектор газа по два бензовоза в день для нужд ООН. Уточняется, что это решение израильского руководства призвано обеспечить минимальное техническое обслуживание, необходимое для водоснабжения, канализации и санитарных систем. Это делается для того, чтобы не допустить пандемии, которые могут распространиться на весь сектор газа и затронуть территорию Израиля. Сообщается, что военнослужащие будут следить за доставкой топлива, чтобы оно не попало в руки движения Хамас. Страны Европы оценивают ущерб после наводнений и рекордных осадков. Из-за продолжительных дождей затоплены районы на севере Франции. Вода отступает медленно. Эксперты считают, что причина этому – болотистая почва местности и циклон Федерико, прошедший над регионом. Несколько тысяч жителей по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде. Сотни домов остаются без электричества. Похожая ситуация наблюдается и в Бельгии, где из-за насыщенной влагой почвы подпаводковые воды остаются на поверхности. В Дании затоплены транспортные магистрали. В Испании протестующие столкнулись с полицейскими во время митинга против амнистии каталонских сепаратистов. Соответствующий законопроект подписал переизбранный на новый срок премьер-министр Педро Санчес. Для победы на голосовании в парламенте Санчес заручился поддержкой каталонской и баскской нациалистических партий. Председатель правительства считает, что амнистия поможет разрядить напряженность в регионе Каталония. Там в 2017-м проходили массовые митинги за независимость. Запуск космического корабля компании SpaceX завершился неудачей через 10 минут после выхода на орбиту. Планировалось, что беспилотное устройство Starship совершит оборот вокруг Земли и упадет в Тихом океане у Гавайских островов. Но через 8 минут после запуска связь с кораблем потерялась и запустилась система самоуничтожения. Причины произошедшего выясняются. Это вторые испытания сверхтяжелого космического корабля компании SpaceX. Во время первой попытки в апреле этого года Starship взорвался через 4 минуты после старта. И это все новости к данному часу. Всего доброго.